Добрый день, уважаемые коллеги. Я представитель компании Infotex Internet Trust. У меня совместный доклад с Александром Викторовичем Баташкиным из компании Infotex. Мне бы хотелось рассказать, какие интересные выводы мы сделали по результатам полугодового рейса гонки на рынке по созданию решений для подключения к единой биометрической системе, по обсуждению требований регуляторов и попытке охватить все требования и одновременно сделать удобное для клиентов решение. Начну с нормативной базы. Как вчера говорил Артем Михайлович, действительно уже существовавшие до выхода методических рекомендаций нормативные документы, определенные как классической базой требований по защите персональных данных, так и специальными требованиями в рамках 482 ФСЗ и под законных ему актов, назначенных им регуляторов, определяли достаточный уровень всех требований, который позволил бы выполнить нормативку и защитить персональные данные граждан. Соответственно, это, понятно, следствие 378 приказа, 21 приказа ГАСТа, на который ссылается приказ Минкомсвязи, и указания ЦБ определяющего угрозы. Соответственно, конечно, между строк здесь надо не забыть про то, что вчера Владимир Михайлович говорил, про ПКЗ-2005, как один из ключевых элементов, который определяет требования по оценке влияния на СКЗИ высоких классов. Соответственно, вышедшие методические рекомендации 14 февраля Центрального банка, они помимо того, что действительно объединили для общего случая, для общего банка вот эти все требования и позволяют проще понять, как сложить из кирпичиков картину, ну, кроме того, они определили три подхода к реализации одного вот этого как раз участка, который связан с встраиванием в прикладное ПО, которое управляет сбором и регистрацией биометрических образцов, криптографического средства класса, ну, средства электронной подписи класса КБ-2. Вот, собственно, этот участок, да, в соответствии с методическими рекомендациями, может выполняться с использованием типового решения, то, про что коллега из Ростелекома рассказывал, может, значит, выполняться с использованием облачного решения, тоже согласованного с ФСБ, ну, на текущий момент там не очень понятно с этим, но, значит, и может выполняться с построением собственного решения. Здесь надо сказать, что любой банк, значит, при построении систем защиты информации, которые предполагают использование криптографических средств, это лицензируемый вид деятельности, деятельность по технической защите информации, лицензируемый вид деятельности, разработка прикладного программного обеспечения, использующего криптографические средства, лицензируемый вид деятельности, оценка влияния прикладного ПО на СКЗИ, это лицензируемый вид деятельности, распространение СКЗИ, это лицензируемый вид деятельности. Соответственно, понятно, что банк, это собственное решение, это не собственное решение, в смысле, что банк сделает все силами своих сотрудников, Он привлекает подрядчиков, которые обладают соответствующими компетенциями и лицензиями. И собственно решение на самом деле это индивидуальное решение в том смысле, что банк в рамках вот этой вот зоны между методическими рекомендациями, охватывающими любой случай реализации подключения и свою историю, то есть то, что у банка есть. Нужна ему верификация в ЕБС или не нужна? Или на данный момент принято решение, что от этого можно отказаться. Это не обязательно требование, обязательно сдача. Нужна ему, значит, защищены у него уже каналы связи, да, тех мест, где будет собираться? Или ему нужно новое решение строить? Какие решения у него там в точках и так далее? Соответственно банк используя, если выбрать индивидуальный подход, чем мы на самом деле и занимались это время, может, соответственно, за счет использования инфраструктуры или за счет того, что у него какие-то элементы системы просто не нужны, или за счет того, что он строит изолированный контур для сдачи биометрических образцов ЕБС, который с другими банковскими системами не интегрирован, и тем самым часть необходимых средств защиты он убирает, тем самым экономит. И на самом деле, да, если там строить вот это собственное решение по универсальной схеме, оно, наверное, может стоить те 25 миллионов, которые в презентации коллеги из Ростелекома были приведены. Но на самом деле вот такое решение на практике, особенно для маленьких банков, стоит сильно-сильно дешевле. Ну это вот такая схема предполагаемого решения, который может работать, как раз изолированный здесь контур для сдачи биометрических образцов ЕБС. То есть взаимодействие идет только через СМЭФ с ЕБС и ЕСИ, а нет взаимодействия с ЭБС банка, сбор, отправка, реализация требований центрального банка по обязательных в части сдачи. Ну понятно, что комплексный подход должен быть, естественно, обязательно и проведение исследований по оценке влияния, и выполнение всех требований регулирующих документов и ГОСТ, и приказов ФСБ в стек. Соответственно, прикладное программное обеспечение должно тоже выполнять те требования, которые к нему с точки зрения бизнеса применяются. Теперь немножко про верификацию поговорим. Вот здесь очень такой слайд простой, я не хотел в детали вдаваться, но понятно, что если у нас речь про верификацию, то взаимодействие пользователя в рамках верификации должно происходить через АБС банк, потому что результатом потребителем этой верификации является банковская система, прикладная, которая будет открывать счет и заключать договор с пользователем. Там есть, конечно, в рамках верификации некоторые вопросы, которые почему-то никто не обсуждает, но меня, которые как сотрудника удостоверяющего центра очень интересуют. Например, вся схема признания юридической значимости заключенного договора, никто почему-то ни разу ее не рассказал. Мне было бы очень интересно услышать от банков, которые реализовали, как они обеспечивают юридическую значимость подписанного договора, и как потом в суде они будут клиенту объяснять, ну не клиенту, а судье, доказывать, что да, клиент подписывал именно на таких условиях договор. Вот это хотелось бы послушать, но на самом деле хотел я посчитать. Считать, естественно, будем деньги, сколько банковский форум, и, собственно, чтобы понять, когда пора уже внедрять верификацию. То есть сколько, что должно случиться, чтобы вот это привлечение клиента с использованием единой биометрической системы стало дешевле, чем классическое привлечение клиента. Ну, понятно, что классическое привлечение клиента может включать рекламу онлайн и потом контакт, но важно, что оно включает в себя обязательно очный контакт с клиентом. Понятно, что для разных банков есть разная воронка продаж, разная клиентская масса, то есть у какого-то банка почти каждый привлеченный рекламой клиент будет новый, у какого-то банка новыми клиентами будут половина только от привлеченных клиентов. Кроме того, важным фактором является, конечно, вероятность того, что клиентские биометрические образцы в EBS актуальны. Но они актуальны три года с момента сдачи. То есть того, чтобы привлеченный вами потенциальный клиент попал в ту вероятность, что он оказался с актуальными биометрическими образцами. Ну, соответственно, если эти рассуждения продолжать, а вероятности, ну, понятно, что с учетом некоторого упрощения, здесь это не строгая математическая модель, такая прикладная на коленке, но тем не менее, понятно, что вероятность актуальности клиентских данных в EBS можно выразить через количество, собственно, клиентов в EBS и воронку, которую вы используете. Ну и вероятность того, что клиент новый тоже можно выразить через, соответственно, вашу воронку и количество ваших клиентов банка. Ну и в итоге условие получается вот такое, то есть что объем базы EBS с актуальными биометрическими образцами должен быть больше, чем вот такое выражение. Ну, подставляете сюда свои параметры, то есть какую вы воронку рассматриваете. Здесь надо сказать, что стоимость софта здесь в пересчете на одного клиента, то есть нужно некий план продаж посчитать и оценивать там предложения разных поставщиков софта с учетом того, что вы планируете 10 тысяч клиентов привлечь с использованием этого канала. Ну, вот такую можно посчитать. На самом деле цифры-то получаются довольно большими, то есть они больше, чем то, что сейчас есть в EBS. Ну, насколько можете на коленке прикинуть. Но возвращаясь, на самом деле, к издаче биометрических образцов, понятно, что вот то облачное решение, которое фактически сейчас в методических рекомендациях упоминается как возможное и которое предполагает, там отдельно отмечено, что для облачного решения будет необходимо реализовать подписание образцов и криптографическую аутентификацию банка и подписание сообщений с биометрическими образцами сотрудниками, которые собирают их. А это значит, что, собственно, нужно для этих сотрудников организовать систему выдачи и продления, сертификат в ключе электронной подписи, раздать на рабочих местах, установить соответствующее программное обеспечение, средства электронной подписи. И то, чего, на самом деле, вот в указании Центрального банка, который определяет угрозы, за что долг бились, что оттуда убрали вот эти угрозы, которые требуют… Понятно, что для облачного решения эти угрозы опять актуальны, и, естественно, думаю, что согласование решения облачного без этого невозможно, потому что, конечно, ответственность уже банка и сотрудника, если используется одна система, один поставщик облачного решения, она совсем другая. То есть, в принципе, еще до принятия указания Центрального банка с перечнем угроз, когда стало понятно, что речь идет к классу КБ, КБ-2, стало понятно, что популярным будет запрос на облачное решение. Ну, оно могло бы вот так выглядеть, но прежде чем говорить о том, что его, на самом деле, несложно, наверное, сделать технически, может быть, организационно согласовать сложнее, но прежде чем принимать решение о его внедрении, надо опять посчитать. Посчитать опять надо деньги. Вот, собственно, вопрос в том, сколько будет стоить облачное решение в год по сравнению с классическим решением в год. Ну, а для нас, как для поставщика, за какую цену мы могли бы продавать это облачное решение и вообще сколько бы это нам принесло. Ну, здесь там немножко другие тоже, естественно, упрощения, но понятно, что стоимость складывается из… стоимость облачного решения складывается вот из стоимости этого сервиса, плюс стоимость оснащения всех своих сотрудников электронными подписями, ключами электронных подписей, сертификатами, средствами электронной подписи. А в решении классическом там, естественно, появляются технические средства, их амортизация. И понятно, что тут каналы связи, каналы связи и там те средства, которые технически есть и в том и в том решении, их можно сократить. И дальше, собственно, посчитать уже стоимость этих средств просто через количество точек, в которых вы собираетесь собирать, то есть количество арм-операторов и количество операторов, которые на них работают. Ну, там можно условно принять, что на одном арме работает три оператора с учетом сменной работы, болезни и так далее. Вот примерно такая формула получается. То есть на самом деле при большом количестве арм-сбора, там больше 50, скажем, уже облачные решения на самом деле не очень актуальны. Но это там коллега тоже уже говорил, что облачные решения актуальны для малых банков. Вот все на этом. Субтитры сделал DimaTorzok